Доброе утро! Что-то в последнее время со связью как-то не очень. Разговаривала накануне с коллегами, думала, что у меня у одной такая беда. Звонят на домашний телефон и спрашивают, это кто? Ну, сами понимаете, чего хочется сразу ответить. Оказывается, не только я подвержена этим странным и достаточно агрессивным вопросам. Можно, конечно, предположить, что люди массово начали ошибаться номерами. Тогда что, они не знают, кто это? То есть, они не знают, куда они звонят? А может быть, это просто осень? Ну, осень не осень, а сегодня утром вы снова с нами, и это не может не радовать. Поговорим об интересном. Сколько мы стоим? Устав предполагает, а мы выбираем. Образование как фундамент жизни. Шахматы, спорт без пола. Чтоб я так жил. Нам часто кажется, что нас недооценивают. Но в скором будущем все изменится. Мы станем стоить дороже. Страховщики готовы платить за нашу жизнь и здоровье гораздо больше, чем раньше. Что ж, очень деловая новость. Партнер рубрики «Компания Скат». Надежный поставщик спецтехники на Западном Урале. Крупнейшие игроки «ОСАГО» начинают сокращать свое присутствие на рынке. Три крупнейших компании «Росгострах», «Ингострах» и «Ресо Гарантия» уже уменьшили в сумме долю с 45,8% до 43,4%. Они заявляют об убыточности направления «ОСАГО» и, соответственно, нежелании работать на этом рынке. В Перми убыточность по «ОСАГО» остается на приемлемом уровне. 23 июля 2011 года был введен коэффициент, и он равен стану 2. Вот с тех пор, пока убыточность на приемлемом уровне в Перми. Что нельзя сказать про другие регионы России и даже про некоторые районы Пермского края. Вот в некоторых районах Пермского края и наша компания вынуждена уже снижать активность продавцов по этому продукту. Ну, скажем, Березники, Соликамск, Нытва, Краснокамск. Помимо Перми, еще только в трех городах России установлен максимальный коэффициент 2. Сергей Нечаев приводит цифры. В последнее время средние выплаты по каждому ДТП выросли с 25 тысяч рублей до 28 с половиной тысяч рублей. По вероятности попасть в ДТП в Перми она уступает только городу Москвы. У многих авто иностранного происхождения запчасти дорожают даже просто исходя из курса доллара и евро. А базовый тариф ОСАГО не менялся уже 10 лет. Его нужно увеличивать на 50%, уверены игроки рынка. Уже сейчас страховщики утверждают, прибыль по Перми минимальна на уровне 5%. Если брать город, чистый город Пермь, то я, по моим данным, мы уже, в принципе, подошли вплотную к цифре убыточности 77%. А что это значит? Это значит, что при убыточности 77% мы выплачиваем все деньги, которые собираем с наших клиентов, плюс отчисления, которые мы обязаны сделать в компенсационный фонд РСА, и, соответственно, плюс расходы на ведение дела. Поэтому, безусловно, сейчас уже ситуация такова, что именно в городе Перми страхование ОСАГО балансирует на грани рентабельности. Есть вероятность, что до конца года в Госдуме одобрят законопроект по повышению лимита страховых выплат ОСАГО до 400 тысяч рублей по железу и до 500 тысяч рублей по причинению вреда жизни и здоровью. В таком случае угрозы страховщиков плавно сворачивать направление ОСАГО вполне могут оправдаться при сохранении действующих тарифов. Если серьезные игроки действительно начнут покидать рынок, под угрозой окажется вся система ОСАГО. Фонда РСА не хватит на покрытие убытков от некачественных компаний, ориентированных только на сбор премий. В очень короткие сроки рынок ОСАГО будет ждать коллапс. Еще один проблемный сектор – потребительское кредитование. 450 миллиардов рублей – это пять бюджетов Пермского края. Именно столько россияне уже задолжали банкам по потребительским кредитам. Речь о просрочке, которая за последние полтора месяца существенно выросла, еще в январе уровень был примерно в 300 миллиардов рублей. Центробанки уверены, уже к концу года доля просроченных займов может достичь 30%, а в 2014 году и все 40. В зоне риска – 20 кредитных организаций, которые выдали уже порядка 10 миллиардов рублей необеспеченных кредитов. Речь не о крупнейших игроках рынка. Видимо, закон о банкротстве и физлиц очень пригодится многим россиянам. Когда изменят устав города, в Пермь возможно вернутся прямые выборы мэра. А когда изменится устав Пермского края, с народными выборами губернатора, надеюсь, ничего неожиданного не произойдет. Все по плану. Вопрос, который стал сегодня, скажем так, наиболее обсуждаемым, и вот та поправка, о которой шла речь, это срок представления заключения губернатора на различного рода законопроекты. Федеральным законом предусмотрено, что этот срок должен быть не менее 20 дней. Губернаторам изначальной редакции была заложена длительность для дачи подобного рода заключения в 30 дней. Группа депутатов в числе 20 человек подали ряд поправок, в том числе и поправка, которая приводит этот срок к 20-дневному сроку, то есть к минимальному установленному федеральному закону. Да, я думаю, что за этот период мы сможем какую-то согласованную позицию выработать и принять все необходимые решения для внесения изменений в уставку. В общем и целом, вся эта система поправок направлена на приведение нашего устава в соответствии с современными требованиями федерального законодательства. Я был руководителем рабочей группы, которая обсуждала эти поправки, ну и, соответственно, докладывал на комитете и докладывал в незаконательном собрании. Видимо, не совсем смог до коллег донести, так сказать, всю разноплановость данного процесса, но надеюсь, что исправим мы эти ошибки. Ну, на самом деле, допустимый и тот, и другой вариант. Поэтому, думаю, что до следующего пленарного заседания консенсус какой-то будет достигнут, и мы в спокойном режиме примем все необходимые изменения. Хорошо иметь домик в деревне. Все свежее, воздух, продукты. Мы с вами, цивилизованные горожане, многих этих нецивилизованных благ совершенно лишены. Хорошо, что у нас есть фермеры, а то ребенок моей знакомой уже думает, что молоко из коровы получается сразу в пакетиках. Вот это вот кормление раннее, утреннее, по чуть-чуть, понемножку, это комбикорм. Создать свою небольшую птицеферму Жанна Колесникова решила год назад, а заодно и отдохнуть от городской рутины. Закупила первую партию куриц-несушек и начала свое дело. Но, как часто бывает в бизнесе, столкнулась с проблемами. Мы сначала закупили очень большое стадо, но для меня это было много, это было тысячу кур. Это было год назад. Реализации не было еще тогда настроено, яйца было очень много, мы просто захлебывались, не знали, куда девать яйцо. Тогда продукция просто пропала. На некоторое время пришлось сократить поголовье. В этом курятнике может содержаться до трех тысяч птиц. Сейчас здесь примерно 400 особей. При хорошем питании яйценоскость достигает 85-90%. Здесь каждой из суток собирается 300 яиц. Сейчас же весь объем продукции сразу уходит в Пермь. Благодаря интернет-порталу ваш фермер искать покупателей не приходится. Мы привозим все в магазин. Мы на сайте просто их объявление увидели, ваш фермер. Это было пол-полгода назад. Сейчас мы просто по звонку, сколько у нас есть яиц, они готовы принять любое количество. Благодаря этому сайту последние два года на Пермском рынке свою продукцию распространяет 40 фермеров. Из Бордымского района везут молоко, из Ленского кефир и масло. Кунгур привозит пряники, а Верещагина бездрожжевой хлеб. Многие фермеры увеличили поставки куриного и перепелиного яйца и мяса фазанов. А в центре Перми открылся уже четвертый магазин стол заказов виртуального рынка «Ваш фермер». Необходимо организовать различные инструменты продажи фермерской продукции. И один из вариантов – это сезонные ярмарки, которые проходят, как правило, на центральных площадях. Ну и, конечно, вот такой формат, когда есть возможность у фермера постоянно иметь точку продажи. Поддержка местных производителей – один из приоритетов в работе губернатора края Виктора Басаргина. Для продвижения товаров пермских предпринимателей в этом году в крае пройдут более 400 ярмарок по продаже фермерской продукции. Рустам Багизов, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Вот говорят, не можешь изменить ситуацию, измени к ней свое отношение. А я не хочу. Вот не нравилась мне городская набережная, пускай она сама и меняется. Работы по реконструкции нижнего участка набережной должны были закончиться к 25 октября. Однако на сегодняшний день набережная к финальной приемке не готова. Подрядчик ссылается на то, что проблемы возникли из-за проектно-сметной документации. Она была не очень хорошая, не очень высокого качества. Требовались доработки. Просто я говорю, что процесс организован так, что один вырабатывает концепцию, другой дорабатывает проект, третий размещает заказ, четвертый занимается реализацией. И по сути все вопросы, которые были на этапе подготовки этого проекта, они вылазят только у подрядчика. Так это или нет, сделают вывод надзорные органы. Городская власть собирается обратиться в прокуратуру, ведь результата, точнее его отсутствие, налицо. Набережная до сих пор не открыта. А работы, даже те, что уже выполнены, сделаны из рук вон плохо, считает глава Перми Игорь Сапко. Коллеги, посмотрите. Вам нормально все? Давайте уже на где-то обратимся. Так считается столбой. Газмет, НТЭК на самом деле, конечно, не так работали, как хотелось бы на самом деле мне. Я по образованию инженер-строитель. Я понимаю, как можно работать на самом деле, и как это можно быстро делать. Вот Газмет, НТЭК на самом деле, были сбои в работе, это объективно тоже является причиной. Еще продолжаются работы на первом участке от причала номер 9 до насосной станции. По оценкам специалистов, выполнены они на 90%. Установлены ограждения, лавочки и урны. Обустроенные тематические площадки, смонтированные, подключено световое оборудование. Но как скоро не были бы закончены все работы, к зиме этот участок открыт не будет. А ведь на очереди еще и второй, и скорее всего его реконструкцией, займется уже другая подрядная организация. Безусловно, сегодня управление внешнего благоустройства будет готовить штрафные санкции в рамках заключенного контракта. Пока сегодня не объявлено в районе 6 миллионов рублей. Думаю, что после проведения всех проверок, штрафные санкции будут также скорректированы. В ближайшее время будет подготовлен пакет документов для передачи в прокуратуру. Необходима правовая оценка конкурсных процедур и деятельности подрядчика. Юлия Чистых, Денис Пальчиков, Антон Кошелев, телекомпания «Ветта». Согласитесь, опыт и знания – разные вещи. Поэтому я никогда не слышала о научно-теоретических конференциях, только о практических. Потому что знанием могут поделиться теоретики, а опытом – только практики. Считаете, слишком заумно? Но ведь это же научная конференция. Словарь Ожегова и словарь иностранных слов – вот что должно быть в начальной школе на первом месте, а не учебник, букварь или азбука. Профессор высшей школы экономики Лев Любимов, несмотря на то, что он не филолог, доктор экономических наук, призвал педагогов вместе с учениками вспомнить о русской словесности. Коллеги, язык – это образ мира. Если мы хотим, чтобы у него был вот такой образ мира, значит, задача, главное – это развитие языка. Его речь записывают, так сказать, для истории. Ведь Лев Любимов о проблемах школьных стандартов говорит на понятном для всех языке, при этом успевая бросить пару шуток в адрес друга. И тоже почетного гостя – Александра Рывкина, директора Центра образования Измайлова. В зале учителя Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми и даже Якутии. Все они собрались вместе на конференции, чтобы обсудить инновационное развитие школы. Конференция первоначально в 2007 году проходила как локальная площадка. Но за эти годы в ней приняло участие уже больше пяти тысяч человек. И я думаю, что в следующем году мы переведем эту конференцию в формат международный. Наверное, самое основное – это возможность учиться, которая здесь предоставлена нашим педагогам. То есть мы всегда ориентируемся на высшую школу экономики. Для нас это вот какой-то такой флагман, которому мы следуем. Всероссийскую научно-практическую конференцию для педагогов проводит Пермский кампус высшей школы экономики. Идею поддерживает и Краевое министерство образования. Такие встречи полезны для регионов. Пермский край, сложилось так в последние годы, стал площадкой для инновационного опыта в принципе. Об этом знают все в России. Поэтому мы постепенно становимся тем местом, где принято обсуждать все инновации, которые рождаются в образовании. В ближайшие два дня педагогов ждет программа, расписанная до минут. Ведь конференция – это не только доклады, но и открытые уроки. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Новость, что называется 16+. Говорят, идеальные женщины – это шахматистки. Они умеют подолгу молчать. А еще они умные и красивые. Вот зачем мужчины придумали шахматы на раздевание. Я, конечно, немного отвлеклась от темы, но все-таки я о шахматах. Только о детских. Вот теперь 0+. Зовите детей. Таси всего 8 лет и уже 2 года, 2 раза в неделю она занимается в Пермском городском шахматно-шашечном клубе. Игра в шахматы помогает развивать логическое мышление. А занятия в клубе – находить новых друзей. У Таси они появились. Здесь есть Ваня Клычко. Он учится тоже в моей школе, только в другом классе. Таких маленьких воспитанников в детском отделении школы очень много. Не каждый вырастет чемпионом, но шансы есть у многих. Результатом, который показывают юные шахматисты, Пермь входит в первую пятерку городов России. Завтра 25 пермских ребят отправятся в Самару на первенство Приволжского федерального округа по шахматам для детей от 5 до 18 лет. Девочек-то мало, все-таки мальчиков больше, но в принципе где-то около 200 детишек боролось. Они там по возрастам едут. Мы посылаем, понимаете, мы не возим туристов. Все дети, которые занимаются у нас, они все будут бороться за первого мастера и кандидаты мастера. Вове и Александре по 15 лет, и они тоже едут в Самару. Чтобы на него поехать, нужно занять первое место на первенстве Пермского края, что я и сделала. От этого турнира я жду, конечно же, попасть в призы и желательно занять первое место. И чтобы в дальнейшем поехать в апреле на первенство России. Завтра будет ответственное соревнование, в которое надо хорошо выступить, чтобы отобраться на Россию в высшую лигу. Глава администрации Перми Анатолий Маховиков – один из друзей Пермского шахматно-шашечного клуба. Он взял над ним шефство и по предложению Федерации шахмат при Каме войдет в состав ее руководства. Сегодня он пришел сюда, чтобы передать своим подшефным подарок и настроить их на победу. Знаю, что вы завтра уезжаете на соревнования. Знаю, что хотелось бы пожелать вам удачи в этих соревнованиях. Я думаю, что мы обязательно победим. Иначе быть не может. С такой же школой, с таким руководителем, с такими тренером. Я думаю, что успех будет за нами. А в качестве подарка я хотел бы подарить вам сертификат на 100 тысяч рублей. Для того, чтобы вы больше оборудовали свою школу, чтобы она дальше развивалась, чтобы дети получали новые разряды, новые степени. Ваня Клочко, друг Таси, сыграл сегодня с главой администрации, который был рад дать дружеский бой юному шахматисту. Пермяки достигли больших высот в этом интеллектуальном спорте. Это и двукратный чемпион мира среди юношей Ильдар Хайрулин, и трижды призер чемпионатов мира и Европы Виталий Шинкевич. Быть может, когда-то в один ряд с ними и встанут именно Ваня Клочко и Таси Полиной. Полина Рифа, Олеся Голибус, Максим Фофанов, телекомпания «Ветта». Не все газеты, как и йогурты, одинаково полезны. Извините, но есть такая пресса, в которую только селедку заворачивать, ну или коту в лоток постелить, что ли. Мы же советуем вам то, что читаем сами. Пресс-парад, как всегда, тепленький, прямо к завтраку. О своих платежах по ЖКХ можно будет узнать в интернете, об этом в российской газете. В стране будет создан интернет-ресурс, на котором будет находиться вся информация в сфере ЖКХ. Граждане смогут получать там данные о своем доме и расчетах по жилищно-коммунальным платежам. Единая система, которая называется ГИС ЖКХ, поможет не только обычным россиянам, но и органам власти при проведении аналитики и при принятии управленческих решений. В ГИС ЖКХ планируется в обязательном порядке размещать все платежные документы, формируемые ресурсоснабжающими организациями или управляющими компаниями, так как без внесения таких документов в систему услуга не будет считаться оказанной в полном объеме, а следовательно и не подлежащей оплате, говорится на сайте Минкомсвязи. Как ожидается, это создаст мотивацию для своевременного внесения поставщиками коммунальных и жилищных услуг все необходимые информации в полном объеме. Корреспондент издания Роман Маркелов добавляет, что новая информационная система по ЖКХ станет частью интернет-портала Госуслуг. Пермские антимонопольщики не стали отменять торги по реконструкции эспланады. Об этом в электронной версии нового компаньона. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю закончило рассмотрение жалобы ООО «Энергоспецмонтаж» на действия администрации Перми при проведении аукциона по выбору подряда для реконструкции эспланады. Как сообщили новому компаньону в антимонопольном ведомстве, жалоба признана необоснованной. Никаких предписаний по итогам ее рассмотрения выдано не будет. Доводы жалобщика оказались неубедительными. Комиссия ФАС не нашла в аукционной документации противоречий законодательству о госзакупках. Торги по выбору подрядчика для реконструкции эспланады назначены на 11 ноября. Максимальная стоимость контракта, который будет подписан с победителем тендера, не должна превышать 360 миллионов 700 тысяч рублей. Сегодня в свежем номере «Звезды» информация о том, что в 21 веке в Пермском крае жители деревни Трубино живут без электричества. Куда они только не писали, к ним даже приезжали из Пермэнерго. Они собрали деньги на проведение им электричества, но воз и ныне там. И вновь власти дают кому-то задание разобраться с этой проблемой. И вновь обещание на носу зима. И снова жители деревни сидят при свечах и с керосиновыми лампочками. Читайте материал до лампочки в свежем номере «Звезды». В этом государстве нет атомных электростанций. Желтый цвет светофора называется у них оранжевым, а самый популярный фастфуд – люля-кебаб. Такое ощущение, что говорю я о разных странах, но я об одной. Просто она разная и удивляющая. Польша. Партнер показа – туроператор «Корал Тревел». Воплощая ваши мечты об отдыхе. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Отдых и туризм». Меня зовут Павел Шашлов. Мы в Польше. Сегодня прогуляемся по Торуни, городу, где родился человек, который остановил солнце и заставил землю вращаться. Посмотрим на старинный хронометр, который отсчитывает только часы, и увидим польскую падающую башню. Этот уголок северной Польши в двухстах километрах от Варшавы еще в XIII веке по достоинству оценили рыцари Тевтонского ордена. Крестоносцы построили здесь мощный замок, вокруг которого позже вырос город Торунь. Добраться сюда можно из Варшавы. Два с половиной часа на поезде или около четырех на машине. В средние века мирной жизни города мешали многочисленные набеги и войны. От них жители прятались за толстыми крепостными стенами, сложенными из красного кирпича. Раствор для кладки замешивался на яичных белках. Это придало постройке особую прочность. Этим кулинарные изыски полевой кухни не ограничивались. Защитники городской крепости при нападении использовали оригинальную систему защиты. Вместо кипятка и смолы, как это могло быть, из бойни слили горячую кашу. Если штурм был отбит, остатки каши празднично доедали. Отклоненная от вертикали на полтора метра башня Кшива-Вежа – часть средневековых оборонительных стен. У нее всем желающим предлагают измерить количество собственных грехов. Для этого нужно встать вплотную спиной к стене и вытянуть перед собой руки. Если стоять получается и вперед не тянет, приз за чистое сердце можно получить в расположенном внутри туристическом офисе. Удобная переправа через Вислу и проплывающие мимо Торуни купеческие суда сразу стали главной статьей доходов крестоносцев. Для того, чтобы городская казна постоянно пополнялась, в средние века в Торуни существовал закон, по которому ни один купец не мог просто так проехать через город. Здесь он должен был часть товара продать, а захоронение остального на время проживания заплатить. Позже польские короли наделили Торунь торговыми привилегиями. Благодаря им город достиг своего расцвета. В 17 веке численность населения и размеры Торуни были сравнимы с тогдашней Варшавой. Старейший костел Тевтонского ордена на польских землях – кафедра Святых Янов. На его звоннице установлен второй по величине колокол Польши – Божья труба, который весит больше семи тонн. Раскачать его под силу лишь десятку здоровых мужчин. Башню костела украшает необычный средневековый хронометр, который отсчитывает только часы. В хорошую погоду на 40-метровую звонницу собор опускают посетители. Центр города украшает величественный готический храм Успения Девы Марии, украшенный уникальными витражами, сохранившимися с 14 веком. В мастерской университета Коперника, расположенной по соседству, можно узнать тайну их изготовления. Торунский университет – один из крупнейших в Польше. На его 11 факультетах бесплатно учатся около 40 тысяч студентов из разных стран. Университет носит имя самого знаменитого уроженца Торуни – Николая Коперника. Будущий великий астроном появился на свет в 1473 году в семье немецкого купца, женившегося на местной аристократке. Улица, на которой Коперник провел свое детство, теперь носит его имя. Сохранился и дом номер 17, где он родился. Жители города трепетно относятся ко всему, что связано с их знаменитым земляком, в том числе и к астрономии. В местном планетарии каждый желающий может познакомиться с загадками космоса. Имя Коперника носит не только университет, но и кондитерская фабрика. Сладкие каторжинки, упоминки, валентинки и обычные пряники давно стали символом Торуни. Мимо магазинов фирменных сладостей пройти не получится. Сладкий аромат сам приведет в пряничную лавку. Местные жители рассказывают, что давным-давно было принято замешивать тесто на пряники при рождении в семье девочки. После этого готовую массу выкладывали в холод на 15-16 лет, до замужества той самой пани. В день свадьбы пряники выпекали и раскрашивали глазурью, дарили невесте. В музеи пряников лучше приходить под вечер, меньше посетителей. Здесь по предварительной записи можно получить своеобразный мастер-класс. За 200 злотых лучший местный пекарь покажет, как делаются фирменные торунские пряники. Готические кварталы Торуни – настоящий музей под открытым небом. Одно из самых красивых зданий – дом под звездой. Его фасад в стиле барокко, украшенный растительным орнаментом и богатой резьбой, датируется 1697 годом. Сегодня здесь находится музей японского и китайского искусства. А в доме по соседству, на бывшем Мещанском дворе, средневековый отель. Сутки проживания в обстановке комфортабельного зернового амбара по цене могут сравниться с люксом в местных четырехзвездочных гостиницах. Раскинувшаяся по обоим сторонам Вислы Торунь – настоящая находка для любителей истории, астрономии и средневековой архитектуры. Вы смотрели программу «Одых и туризм». До встречи! Удачных путешествий! Очень часто встает вопрос, особенно перед отпуском, куда все-таки вложить деньги – съездить в большое путешествие или накопить на квартиру. Я бы выбрала впечатление. Ипотека может и до 15-го подождать, а вот горящая путевка ждать не будет. Партнер рубрики «Компания «Аллея»» – альтернативные источники энергии. «Аллея» – обустрой свой дом правильно. Доброе утро! Госпрограмма по поддержке ипотеки продлена на год. Она стартовала в 2010 году и должна была закончиться в этом году, но будет действовать до 1 января 2015 года. В госпрограмме принимают участие 9 банков. Под выданные кредиты они выпускают ипотечные облигации, которые выкупает Внешэкономбанк. Таким образом, банки получают средства для выдачи новых займов. Продление программы, как поясняют эксперты, как раз связано с тем, что банки не успевают рефинансировать кредит. По этой программе кредит можно взять на срок до 30 лет на покупку готового жилья в новостройках или квартир в строящихся домах. В первом случае обязательным условием является наличие оформленного права собственности на квартиру. Процентная ставка составляет 11% годовых рубля. Сумма займа при первоначальном взносе не менее 20% о стоимости квартиры может достигать 3 миллионов рублей. Судя по динамике, максимальные объемы ипотечных кредитов в Пермском крае были выданы летом. Интернет-ресурс про Пермь подсчитал, что минувшим летом банки выдавали примерно по 100 ипотечных кредитов в день. В июне и августе были побиты рекорды по количеству выданных кредитов, а в июле по объему. Объем выданных кредитов в крае на 1 сентября превысил 16 миллиардов рублей. Но темпы роста выдачи оказались наполовину ниже, чем в прошлом году. Исходя из этого и в общем довольно грустной ситуации в экономике, нового пика ждать не стоит, но старыми условиями еще можно воспользоваться. Это были правила денег. Богата Россия на праздники. Если каждый праздник отмечать как красный день, можно вообще полгода на работу не выходить. Кстати, вот еще один повод для выходного. День народного единства 4 ноября. Все мы знаем, ну или догадываемся, что происходило в Москве в начале 17 века. Но все ли знают, что происходило в это же время в Прикамье? Спонсор рубрики «Легенды губернского города» Магазин стройматериалов «Южный двор». Широкий выбор товаров для дачи и дома. В прошлые годы мы не раз рассказывали об этом страшном периоде русской истории. Вспоминали о том, что создание ополчения Минина и Пожарского оплачивали в основном нижегородские приказчики Строгановых. О том, что эти хозяева земли Прикамской снарядили отряд 50 ратных людей. И следовательно, среди тех, кто выбивал ляхов из столицы, были и наши земляки. Строгановы затем выделили огромные средства и богатства на укрепление власти новой династии – Романовых. Но что этому предшествовало? В Москве на троне еще ничтожество – Василий Шуйский. А на окраинах, в том числе на Урале, собирают войско для борьбы с отрядами Ивана Болотникова. Но посланный из столицы Петр Благов сообщает – народ бунтует, сражаться никто не рвется. В советские времена появились статьи и даже ученые труды, где утверждалось – жители Прикаме не хотели биться с отрядами народного вождя – заступника. Ведь 30-е годы даже художественный фильм сняли под названием «Иван Болотников». Однако Болотников – человек с крайне запутанной туманной биографией. Боевой холоп, обязанный идти со своим хозяином на войну, попал в плен с крымским татаром, бежал и, поколесив по Европе, вернулся на родину. А один из подвижников лжедмитрия I, Михаил Молчанов, помог бывшему боевому холопу начать поход. Далее в стане Болотникова ошивался явный самозванец – некий царевич Петр, выдававший себя за сына царя Федора Иоанновича. Ждал вроде бы Болотников в себе и лжедмитрия II, тушинского вора. И хоть рассылал Иван Исаевич, этот загадочный человек, листы с призывами холопом – «Побивайте бояр и жёных! Торговых людей побивайте! И животы их грабите!» Но при всём при этом среди его сподвижников – князь Шаховский. В числе его союзников – дворянское войско Люпуновых. В общем, на роль народного заступника, крестьянского вождя, Болотников не очень-то подходил. Конечно, 17-й век веком информации никак не назовёшь. Но странные слухи о бывшем боевом холопе и его воинстве доходили до окраина России и матушки. Воевать неведомо с кем обитатели пермских земель не хотели. И уж тем более на стороне Москвы, где ещё царствовал Василий Шуйский, а вокруг него боярская свора. И все они уже прославились вероломством, предательствами. Вот поэтому и бунтовали на Камских берегах. В то страшное время, прозванное смутным. Никита Чернов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Минин и Пожарский совершили подвиг, заставили поляков уйти из Москвы. И это большой подвиг по тем временам. А повседневная жизнь, как известно, состоит из множества маленьких. Скромность уже никого не украшает, так что о своих героических поступках люди сами говорят. Я считаю, что ежедневный труд, скажем, домохозяйки, это тоже, в этом нет как бы большого подвига, но нечто героическое, как говорил барон Мюнхгаузен, в этом всё же есть. Знаете, мы вроде так живём обыкновенно иногда, так кажется, что до героизма дело не доходит. Но зато мы помним тех, кто это сделал. Мой папа был участник войны, и мои внуки его уважают, и все наши родственники. Так что, наверное, память о прошлом – это тоже часть, может быть, будущего героизма. Да мы как-то отдыхали, и у нас матрас теплохода упал, и у меня молодой человек не решился, а я прыгнула. И очень большой промежуток реки проплыла и спасла этот матрас. Героических, наверное, поступков я не совершала, но животным помогала, людям помогала по возможности. Но я считаю, что добро надо делать, и оно тебе вернётся. Я за друга заступался как-то, его пытались ограбить, но и получилось у них, пытался заступиться. О хороших делах не рассказываю, так делаю. Ну, правда, вы помогаете кому-то, не для того, чтобы об этом знали все остальные, а для того, чтобы помочь человеку. Каждодневный труд – это мой героический поступок. Свежий букет на несколько лет. Рубрику «Люди говорят» представляет магазин «Вермонт». Вот живут же собаки. В Америке есть такая служба спасения животных, которая спасает собак от жары. Если какой-нибудь бобик, скажем, перегрелся на солнце, его найдут, поместят в специальную клетку с кондиционером и даже измерят ему давление. Вот так бы с людьми иногда поступали. Эх, чтоб я так жил! Что у нас на завтрак? Как воспитать породу? Как приручить хозяина? И, наконец, кто на кого похож? В рубрике «Чтоб я так жил». Партнёр проекта «Сеть магазинов. Посудный ряд». Лучшие бренды и качественные посуды для вас. В эфире программа «Чтоб я так жил». А с вами Яна Кунавина. Здравствуйте! Далеко не каждая порода собак удостаивается чести носить имя своего создателя. Фридрих Доберман начал работу над этой породой в 1860 году. Я думаю, вы все уже догадались, что сегодня мы с вами говорим о Доберманах. Доберман, в принципе, формируется до трёх лет. И то есть до трёх лет ему надо будет в какой-то степени доказывать, что я доминант. И хозяин всегда прав, и он всегда прав. Приоритет и доминантность над ним – это очень тяжело. Человек должен быть волевой в первую очередь. Но вот когда я смотрю на Доберманов, они производят впечатление очень серьёзных. Они сосредоточены, они такие не очень приветливые, как мне кажется. Вот это вот обманчиво. Да, это обманчиво, потому что уши купированные придают Доберману всё-таки вот это вот свойство настороженности и серьёзной собаки. Воспитывать таких сильных, достаточно импульсивных собак, в общем-то, непросто. Вот есть какие-то нюансы в дрессировке, которые надо обязательно учитывать тем, кому нравится эта порода и кто хотел бы стать хозяином Добермана? Со щенком бывают, да, проблемы, потому что он всё время проверяет своих хозяев. Ну, надо учить, надо упорство, надо забыть о свободном времени вообще. Дрессировка, дрессировка. Ну, а так, в принципе, нет, они очень легко поддаются. Дрессировки не очень быстро понимают, где у них место в доме, как себя надо вести, куда можно ходить, куда нельзя. Но воспитанием надо заниматься с того момента, как только щенок появился в доме. Формируется Доберман до трёх лет, то есть общий курс дрессировки Доберман сдаёт где-то примерно, ну, к двум годам. Курс за защитник-караульная служба. Курс сдаёт как раз где-то к трём годам, когда у собаки уже сформирована психика, чтобы он не был агрессивным. Хозяин, когда берёт эту собаку, он должен всё-таки ощущать большую ответственность за то, что он стал владельцем сильной собаки, умелой собаки, которой, в общем-то, нужно управлять. Они просто очень хитрые, и они вот пользуются иногда этим, и поэтому некоторые люди не могут просто с ними справиться, потому что они очень умные собаки. Они всегда будут проверять хозяина, всегда. Вот если выбирать между кобелём и сукой у Доберманов, говорят, что между ними большая разница. Мне легче с кобелями. Но они как-то более легко поддаются дрессировке. Прямо предсказуемые. Да, они более предсказуемые, как, в принципе, все мужчины, так скажем. Они гораздо сильнее, поэтому надо вовремя это усмирить, чтобы собака, тем более кобель, понимала, что вот я в доме хозяин, то есть человек, а собака уже где-то вот внизу. Если говорить об экстерьере, какие окрасы могут быть у Добермана? Разрешены у нас в России только два окраса, то есть это чёрный подпалый и коричневый подпалый. Бывают изобеловы ещё, то есть они как голубые смотрятся, но они идут со слабым здоровьем, и поэтому они не допущены к племенному разведению. Как правильно купировать уши Добермана, а мы хвосты не купировать? Я считаю, это моё личное мнение, то, что да, надо купировать, потому что Доберман с висячими ушами, с большим хвостом, это будет уже не Доберман. В каком возрасте их купировать? До трёх месяцев. Это ж пока они встанут, пока они там эти короны, повязочки носят. Это занимает довольно-таки очень большое время, и некоторые ходят даже до девяти месяцев с замотанными ушками. Есть какие-то особенности ухода за ними? Достаточно просто после прогулки им протереть лапы, мыть их часто не надо, раз в три месяца это достаточно. Да, конечно. Ну, они опять же линяют, надо быть готовым к тому, что весь дом будет в мелких-мелких волосинках. Как иголочки. Как иголочки, да. Как они не мёрзнут зимой? Полтора-два часа, это обязательная прогулка с Доберманами, да, приходится одевать. Но опять же, с утра, не одевая его, мы его таким образом, в принципе, закаливаем. Большой любитель породы Добермана как-то сказал, что можно сравнять их с музыкальным инструментом, который в руках плохого музыканта очень быстро расстраивается. Вот я так понимаю, что на вас и на других хозяев вообще накладывается очень большая ответственность за то, что вы остановили свой выбор вот на этой замечательной породе, но которая всё-таки требует очень много терпения и сил для того, чтобы стать вот такой действительно хорошей, идеальной собакой, настоящим компаньоном. Поэтому я хочу сказать вам спасибо большое за терпение. Я желаю вам усопехов, потому что мне безумно нравятся эти собаки. Они, безусловно, достойны того, чтобы их любили, с ними много занимались. Спасибо. Настя, вы любите цветы? Да, у меня очень много цветов. Это замечательно, потому что партнёр нашей программы, сеть магазинов «Посудный ряд», специально для вас приготовил подарок. Этот замечательный горшок с автополивом, на самом деле, мне кажется, вещь незаменимая. Держите. Ой, спасибо огромное, так неожиданно, очень приятно. Я очень люблю цветы, спасибо. Создатель доберманов хотел сделать из этой породы идеальную служебную собаку. Если вы не пожалеете любви и времени для своих доберманов, то вы действительно получите уникального друга рядом. И это все новости из жизни домашних животных на сегодня. И помните, если друзья и знакомые говорят о вашем питомце, чтобы я так жил, значит, я настоящий и любящий хозяин. Да вы, мои красавцы, гулять! Мама, спасибо скажи. Он сказал, мама, реально, боже! Вот это называется баловство, а говорили, нужна строгость. Вот как с нашими любимыми собаками-то по-другому? Когда ребёнок просит собаку, лучше купите, а то принесёт с улицы. Если ребёнок просит денег, дайте ему, а то возьмёт сам. Вы до сих пор сомневаетесь, как правильно? Посмотрите лесную биржу. Здравствуйте, дорогие мои финансисты! Здравствуйте! Эх, всё-таки жалко, что меня 20 лет назад не было. Я бы дал совет своим родителям. А тогда книжка «Лесная биржа» была? Нет, Илья, тогда я ещё не написал. Мне было-то тогда всего 18 лет. А многие воспользовались своим шансом в те времена. Нет, Илья, всего-то седьмая часть всей нашей страны. Но некоторые из них даже стали миллиардерами. Эх, жалко, что у меня такого никогда не будет. Илья, у тебя точно всё это будет. Но для этого нужно узнать все секреты денег. Они останавливаются на полпути. Да где там? Не могу видеть, когда дети расстраиваются. Я готов этого мальчика в свой бизнес пустить. Продать одну акцию бобёр и компании. Хочешь, я тебе продам за ту же цену, по которой у Ижихи купил за 10 желудей? Конечно, я хочу. А вот только где желудки-то возникли? И правда, Илья, желудей-то у нас нет. А может быть мы всё-таки бобру рублями заплатим? Уважаемый бобёр, скажите, а если мы здесь купим на наши деньги рубли, овощи и передадим вам? А сколько это рублей-то будет? У крота пиво одна кучка стоит два желудя. Ну, Илья, давай считать. Одна кучка у крота пиво стоит два желудя. У нас такая кучка будет стоить рублей 200, наверное. Там кучка-то большая. Если таких вот нужно 5 кучек, это сколько в рублях-то получится? Так, тысячу рублей. Ну, правильно, тысяча рублей получается. Придумал. Я попрошу мамы бумажку в тысячу рублей. И не буду маму просить денег на карманные расходы два месяца. Молодец, Илья. Беги, договаривайся с мамой. Вот, мне мама дала. Мы сегодня же купим на эти деньги овощи для бобра. И отдадим ему. Я тебе верю, Илья. Вот, возьми свою акацию. Ничего себе! Тому, у кого в лапах этот листок акации принадлежит 1 четвертая часть всей боберой компании. Ничего себе! Ну что, Илья, доволен? Еще бы! Уважаемый бобер! Спасибо за акацию! Ну и что эта акация тебе дает, Илья? Как что? Во-первых, мне принадлежит четверть всех желобков и плотины. Во-вторых, когда бобер соберет плату, я получу 1-2 деньги, четвертую часть всей прибыли боберой компании. А ты знаешь, это еще далеко не все. А что еще? А вот завтра увидишь. Рубрика создана при поддержке группы компаний «Кастом Кэпитал». Говорят, все, что полезно, невкусно. Овсяная каша, морковка, фасоль. Но только не мультики. Новаторы поданы вкусно и просто, и показаны к употреблению. Ты просто не хочешь меня понять. Часто говорят люди, у которых не хватает аргументов убедить меня в том, во что я не верю. Вообще, понимание – это такая полезная в жизни вещь, с которой жить легче и чувствовать дыхание времени. Сегодня вполне можно оглянуться вокруг себя и восхититься. Какие понимающие вокруг меня люди. Не сдерживайте себя в хороших оценках окружающих. Нам это ничего не стоит, а людям приятно. И тогда про вас станут говорить – вот человек, ну все понимает. Удачи!